У депутата Госдумы важная миссия – передать от партии «Единая Россия» подарок ветерану Великой Отечественной войны. Анатомическая подушка, фрукты и сладости к новогоднему столу. Хотелось порадовать и вручить что-то действительно полезное. К чему стремились они добились в науке, службе и быту и разлетелись словно птицы. Положились на судьбу, но их судьба не покидала. Она их снова всех свела и встречи ветерантов решили не расставаться никогда. Елизавета Александровна любит читать стихи. Раньше именно так проходили встречи с друзьями. Песни под гитару, поэзия сейчас собираются реже. Да и ограничения в связи с пандемией действуют гости, если и заглядывают, то только в полной экипировке. О, женщины! Своей улыбкой и теплом согреваешь отчий дом. И сколько бы не было проблем, ты разрешишь в один момент. О, это наш девиз! Бывают в жизни огорчения. Беда крадется, как слеза. А ты смахнешь ее украдкой, и жизнь светла. Близким ты готова всю себе отдать. С работы бежишь купить, сварить и накормить своих любимых. Так сколько же сил в тебе одной? Кто скажет нам? Мужчины! Окончание войны Елизавета встретила в Узбекистане. После работала в строительном управлении Москвы. А в 1952 году переехала с мужем в Кубинку-1. Поколение, на которое свалилось все, все, что можно. Одна война чего стоит. И так сохранить в себе вот это чувство доброты, доброжелательности, широты такой души. То есть, если бы не пандемия, конечно, мы бы сидели и пили чай, и пили песни. Я в этом убеждена. И она бы читала и читала стихи. Поэтому, мне кажется, это так правильно, что мы их чествуем, что мы их помним, что мы их даже не скрываем и говорим, что мы их любим. Это очень важно. В предновогодние дни партийцы хотят подарить частичку тепла каждому из ветеранов. Поздравительные акции будут продолжены. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.